Анализируя ситуацию в Саудовской Аравии, вырисовывается картина, что страна четко определила ориентиры на ближайшие 10 лет в плане снижения зависимости экономики страны от нефти. Цель – отойти от нефтяной экономики, развивая таким образом другие типы экономики, как частный сектор, здравоохранение, образование, инфраструктура, отдых и туризм. Так ли это? Прежде всего хочу выразить благодарность информационному агентству АВЕСТА за представленную возможность обсудить некоторые вопросы, связанные с Королевством Саудовской Аравии и особенно с проектом «Видение Королевства Саудовской Аравии 2030». Всемогущий Бог дал Королевству Саудовской Аравии множество факторов, таких как религиозные, географические, культурные, социальные и экономические факторы, что привело к высокому положению страны на мировой арене. «Видение будущего любой страны вытекает из ее силы и мощи, и мы использовали этот важный фактор при разработке прогнозов для Королевства Саудовской Аравии до 2030 года. Наше положение в исламском мире дает возможность играть будущую роль в качестве основы и поддержки исламской и арабской умы, а наш инвестиционный потенциал используется как ключ и двигатель экономического разнообразия и стабильности страны. Кроме того, стратегическое положение страны делает ее точкой соединения трех континентов мира. Прогноз страны включает три основных направления – сильное общество, развитая экономика и стремление вперед, которые дополняют друг друга в достижении цели. Наши прогнозы начинаются с общества и заканчиваются им. Первый приоритет служит основой для изучения этого видения и создания прочной основы для экономического развития страны. Этот приоритет построен на основе нашей веры в создание сильного общества, а его граждане и жители гордятся своей национальной самобытностью и древним культурным наследием, живя на основе высших исламских принципов и устойчивой тенденции. Они живут в мирной и благополучной среде, где обеспечиваются основные элементы здорового образа жизни, где гарантируется семейное строительство, система здравоохранения и социальная защита. Второе направление – это развитая экономика, где мы фокусируемся на создании возможностей за счет создания системы обучения для удовлетворения потребностей рынка труда, развития возможностей для всех предпринимателей, малых предприятий и крупных компаний. Мы уверены, что будем развивать наши инвестиционные инструменты для усиления потенциала перспективных секторов экономики страны, диверсификации экономики и создания рабочих мест для граждан. В свете конкурентной роли и повышения качества услуг и экономического развития мы сосредоточим наши усилия на приватизации государственных услуг и улучшении деловой среды, способствуя привлечению лучших мировых умов и качественных инвестиций, а также используя уникальное стратегическое положение страны. Поскольку эффективность и ответственность – две важные концепции, и мы стремимся внедрить их с производством и достижением на всех уровнях, чтобы стать страной с высокой планкой. Таким образом, по третьему направлению мы фокусируемся на государственном секторе. Мы подчеркнем характер эффективного правительства за счет повышения эффективности, прозрачности, ответственности и развития культуры для создания высококвалифицированных кадров, а также создадим среду, способствующую ответственности граждан, деловому сектору и некоммерческим организациям, и создать для них благоприятную среду, чтобы они могли проявлять инициативу перед лицом вызовов и использовать существующие возможности. По каждому приоритету мы выделили ряд обязательств и целей, которые в цифрах отражают наше стремление к тому, чего мы стремимся достичь. Эта перспектива также подтверждается в качестве основной точки для принятия решений, подчеркивая совместимость будущих проектов с содержанием перспективного фокуса и способствовать ее реализации. Чтобы сделать механизмы работы и дальнейшие шаги более прозрачными, мы запустили ряд программ, инициированные Советом по экономике и развитию, а также другие программы по изучению целей и задач, модели которых будут реализованы в ближайшее время. Продолжительность нашего успеха по-прежнему зависит от продолжительности его факторов. Это та же многообещающая цель для реализации прогноза страны, которая проистекает из нашей силы и мощи, и в конечном итоге приведет к устойчивым инвестициям в эти активы. Несмотря на развитие возобновляемых источников энергии, спрос на нефть, уголь, газ в мире не снижается. Саудовская Аравия, являющаяся одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира, остается гарантом стабильности нефтяного рынка. Королевство Саудовской Аравии всегда придавало большое значение совместному сотрудничеству нефтедобывающих стран для стабильности энергетических рынков и в целях поддержки развития мировой экономики, подчеркивает свою готовность к диалогу и сотрудничеству со странами-производителями нефти, включая ОПЕК. На протяжении десятилетий Саудовская Аравия не занимала никакой позиции по нефтяному вопросу, которая могла бы привести к нестабильности на нефтяном рынке или тревожному падению цен на нефть. Нефтяная политика Саудовской Аравии является стабильной и сбалансированной, основанной на международном сотрудничестве и интересах мировой экономики. Рынок нефти зависит от политики спроса и предложения. Мировая экономика по-прежнему страдает от экономического кризиса, вызванного чумой COVID-19, и нефтяная политика Саудовской Аравии является положительным стимулом для нефтяного рынка. Наследный принц королевства Саудовская Аравия в недавнем заявлении агентства Bloomberg подчеркнул, что цена на нефть зависит от спроса и предложения, и Саудовская Аравия не оценивает его точность или неточность. Наследный принц отметил, что избыточная производственная мощность его страны составляет 1,3 миллиона баррелей нефти в день, и еще раз подтвердил стабильную и сбалансированную нефтяную политику Саудовской Аравии. В последние годы в Саудовской Аравии инициирована реализация ряда грандиозных и масштабных инновационных проектов. Неум, или город будущего, являются частью этих проектов. Неум, Саудовский проект по строительству трансграничного города, был запущен принцем Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, наследным принцем, заместителем премьер-министра в 2017 году. Он строится на северо-западе королевства Саудовской Аравии, на берегу Красного моря общей протяженностью 470 километров. Этот проект реализуется в рамках последовательных стремлений введения Королевства Саудовской Аравии 2030 для развития саудовской экономики и разнообразия ее источников, которая выводит страну на передний план глобального лидерства в области экономического роста и развития, а также преобразования Саудовской Аравии в ведущую мировую модель в различных сферах жизни с выделением приоритета отраслям промышленности и технологиям. Первая фаза проекта NEOM будет запущена к 2025 году, в рамках которой будут реализованы три основные цели под эгидой видения Саудовской Аравии на 2030 год. Первая – доступ к исключительной жизни, вторая – полноценная бизнес-структура, третья – обновление концепции продолжительности. Пронеум говорят, что это катализатор развития человечества и видения того, каким может быть новое будущее. В этом проекте нет места классическим и традиционным инвестициям. Что из себя представляет этот масштабный проект и на какой стадии реализации он находится, учитывая его стоимость 500 миллиардов долларов? Много ли желающих мировых компаний участвовать в нем? NEOM – первый в мире инвестиционный город NEOM – крупнейший проект Саудовской Аравии и первый инвестиционный город в мире. Расположен между тремя странами – Саудовской Аравией, Иорданией и Египтом. С капиталом в полтриллиона долларов и при поддержке Саудовского государственного инвестиционного фонда планируется стать одной из самых важных экономических и научных столиц в мире. Его стратегическое расположение также будет центром трех континентов – Азии, Европы и Африки, где 70% населения мира смогут добраться туда менее чем за 8 часов. Проект NEOM фокусируется на 9 областях специализированных инвестиций, включая Будущее энергетики и воды, Будущее транспорта, Будущее биотехнологии, Будущее еды, Будущее технических и цифровых наук, Будущее передового производства, Будущее СМИ и информационной структуры, Будущее отдыха и Будущее жизни. Ожидается, что к 2030 году доля NEOM-ВВП Саудовской Аравии достигнет 100 миллиардов долларов. Первая очередь этой экономической зоны будет введена в эксплуатацию в 2025 году и будет зарегистрирована на финансовых рынках. Но его первоначальное предложение будет действовать до 2030 года. Вы недавно назначены послом Саудовской Аравии в Таджикистане. Успели изучить республику и ее социально-экономическую ситуацию? Республика Таджикистан – прекрасная страна с красивой природой, реками и озерами, мудрым лидером и гостеприимным народом. Во время своего непродолжительного пребывания в этой стране я заметил сильную волю к развитию страны на различных уровнях. Инициированную президентом страны, его превосходительством Эмамали Рахмоном и председателем Манджили Симили, председатель города Душамбе Рустам Эмамали, реализуют мудрую политику главы государства. Быстрый рост экономики страны также подчеркивает высокий уровень заинтересованности правительства в экономическом развитии и подготовки национальных кадров для достижения прогресса страны в различных областях. Какие экономические отрасли Таджикистана могут быть интересны арабским инвесторам? В Таджикистане много секторов экономики, таких как гарнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, животноводство, а также туризм, которые представляют Таджикистан для внешнего мира за счет привлечения туристов, создания привлекательных туристических объектов и эффективного использования природных и человеческих ресурсов. Также эффективное использование природных и человеческих ресурсов от инвестиционных возможностей началось с призыва правительства к иностранным инвесторам после улучшения инвестиционного климата в стране.